итак иван федорович крузенштерн и его друг и соратник юрий федорович лисянский на первом же слайде презентации вы видите у меня сверху пальмы небо волшебный совершенно вид это у нас океане внизу мы видим с вами каное на нем едут представители океане и внизу самый большой самая большая иллюстрация это художник евгений войшвиллу он творил свое творчество в данном случае в 1980-х годах он историк художник маринист уникальный человек который занимался реконструкциями этих судов следовательно вот эти рисунки которые мы с вами видим это максимальное приближение кораблям него вот этот маленький и шлюп надежда надежда была большим кораблем и в его трюмах везлось очень много товаров там были животные там была корова с теленком там были свиньи там были куры гуси и в общем это называлось белок потому что без белка жизнь нелегка как говорится особенно для моряка и в этих вот трюмах было много-много еды а корабль как раз юрия федоровича лисянского был легкий и маневренный почему потому что лисянский по характеру в отличие от крузенштерна был человеком очень шустрым живым и он хотел плавая первой кругосветной экспедиции которую она отправилась вместе со своим другом и старшим начальником иван федоровичем крузенштерном он хотел покорять воды южной части тихого океана это было мало исследованная территория и он хотел открывать новые острова вот что он хотел побывать везде увидеть все и в принципе ему даже немножечко удалось вот мы с вами видим этих двух замечательных людей у них отчество федорович у крузенштерна и федоровичу лисянскому мы знаем что крузенштерн родился под именем адам фон крузенштерн и когда ему нужно было взять русское имя русское отчество он взял обычное русское имя иван самый русский всех русских а федорович он стал по отчеству своего друга лисянского вот так получилось что у них два одинаковых отчества очень интересно на мой взгляд почему эти портреты я показываю потому что вы видите один портрет крузенштерна нарисован в 1808 году и получается что крузенштерн этот портрет свой заказал через два года после возвращения из экспедиции то есть мы его знаем на портрете с орденами такой такой сединой и такой он такой важный такой солидный мужчина вот он какой был мечтательный юный когда он вернулся из экспедиции то есть мне хотелось чтобы вы себе представляли в каком замечательном виде он был ему было всего 32 года когда он отправился в эту экспедицию лисянский на два года моложе но портрет чуть-чуть еще на два года подальше от крузенштерна то есть вернулись они из экспедиции в 1806 году а портрет лисянского 1810 году на четыре года позже то есть им здесь конечно за 30 чуть-чуть в но они были еще моложе когда управляли целыми кораблями целой огромной экспедиции которая отправилась в путь вот именно что мальчишки и как раз конфликты был самое яркое выражение конфликта экспедиции которая сложилась между крузенштерном и еще одним очень важным участником экспедиции николай петрович рязановым состоял в том что рязанов сказал крузенштерну хватит играть ваши ребяческие игрушки и конечно же крузенштерн очень обиделся мы видим с вами что выглядит он молодо да еще его назвали ребенком почему потому что рязанов был на 10 лет старше в это время вот а возраст тогда играл значение рязанов считал что он тоже немалого достиг в жизни несмотря на то что крузенштерн достиг тоже но в своем поприще на море а рязанов был служащий на земле почему был отправлен рязанов потому что он возглавлял экспедиции как бы как как даже сказать возглавлял то есть он думал что возглавлял экспедицию крузенштерн тоже думал что он возглавлял экспедицию и так получилось что экспедиция в себя включала столько много важных целей задач и слишком много было перед ней этих целей задач поставлено и на каждой цели задачи были назначены разные люди среди трех художников тоже сложилось недопонимание тоже они конфликтовали потому что один художник одно хотел другое другое третье третье два врача чуть ли не подрались из-за одной очень интересные вещи которые они хотели взять на островах в общем конфликты 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 почему потому что на одном корабле собралось слишком много ярких личностей всего было 129 человек и это был цвет нации на самом деле отбирали команду очень тщательно вся эта экспедиция готовилась очень много лет очень долго очень все было проработано на научные инструкции были даны как себе вести на морях было проработано каждый шаг прописан в инструкциях и зачем же в принципе отправилась эта экспедиция да еще и с николай петровичем рязановым николай петрович рязанов возглавлял посольство в японию наш император российский александр первый назначил его послом японию и цель экспедиции одна из цель экспедиции была доставить рязанова в японию еще одна цель экспедиции было описать берега севера российского то есть камчатка алиутские острова и так далее здесь вот их целая целая цепь и вот здесь цепь этим занялся на скрызенштерн иван федорович лисянский отправился сюда исследовал эти в территории и описал там берега и на самом деле самой центральной целью экспедиции было наладить морскую торговлю между нашей тогда еще аляской и кантоном кантон и макао они расположены это два поселения совсем рядом торговые это было как у нас бы сейчас сказали вот у нас есть такая американская там нью-йоркской бирже еще какая-то бирже из пекинская биржа да то есть нас есть сейчас в мире несколько бирж торговых и вот кантон и макао это были на самом деле торговые биржи кантон сейчас называется гуанчжоу город в китае макао это португальская колония с 1557 года португальцы там обосновались и с европейской частью китай торговал как раз через макао ну португальская колония это была португальская а торговлю вели как раз англичане грузенштерн служил в английском флоте достаточно долго и поэтому он своими глазами уже раньше видел этот кантон и макао и как раз грузенштерну то и пришла в голову идея что зачем же мы нашу пушнину и наших каланов каланы это морские выдра которых вы видите внизу них замечательная шкурка многослойная она вообще не промокает она почти не теряет свои качества свой с годами поэтому она очень 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 ценилась в китае крузенштерн писал что китайские придворные дамы и знатные всякие вельможи и так далее носят мех каланов и зимой и летом и при малейшем дутии ветра слабеньком тут же надевают на себя калане шубки и очень гордятся наличием у себя каланях вот этих вот шубок вот в этом месте как раз где мы видим наши русские поселения на острове уналажка на кодьяке новоархангельс который был центром добычи этих каланов и соответственно этой территории которая называлась все годы русская америка здесь добывали каланов но потом этих каланов переправляли через петропавловск опять через охотск нерчинск кяхту и через кяхту уже в пекин и в остальные конечно же города китая здесь написано что два года по суше но если повезет можно было конечно и быстрее доставить груз но если груз большой и сани тащить тяжело и по снегу и так далее то есть когда один человек передвигается то можно быстрее пройти да когда ты тащишь обозы с собой это конечно уже совсем по-другому выглядит и крузенштерн увидел что англичане по морю приплывают в этот кантон и что морское сообщение гораздо быстрее осуществляется чем по суше вот сюда в центральную россию доставлялись эти шкурки каланов если вот вот этот путь занимает два года то вот этот путь до санкт-петербурга мог занимать до пяти лет шкурки портили за это время конечно же а еще хуже приходилось поселенцам в этих колониях потому что когда корабли лисянского и крузенштерна все-таки достигли и петропавловская и кодяка и уналажки они увидели плачевную картину поселенцам просто-напросто не хватало еды продуктов пропитания и все это было очень очень как бы грустно и печально и конечно же план кроссенштерна был здесь как нельзя кстати здесь написано что себестоимость что шкурки калана до этого практически он был один рубль так скажем а цена продажи шкурки в кантоне составляла бы 600 рублей то есть прибыли баснословные и конечно же поэтому соорудили снабдили и снарядили такую огромную экспедицию с таким большим кораблем ну по нашим меркам это небольшой корабль но по тем меркам вполне себе ничего вот макет этого корабля можно увидеть на выставке это максимально приближенных действительности макет а выставку лучше всего конечно же посещать с экскурсов с экскурсоводом без экскурсовода выставка немножечко будет непонятно а экскурсовод ее оживляет и очень будет интересно посмотреть эту выставку как я уже говорила был так называемый сибирский тракт то есть плыли по рекам шли по суху плыли по рекам шли по суху когда была осень и весна была грязь ужасная и нужно было ждать пока грязь либо замерзнет зимой либо высохнет летом то есть зима и лето это были возможности для прохождения этого пути а вот осень и весну приходилось где-то как-то пережидать и все это было очень очень долго соответственно эта экспедиция была очень значимая для российской империи очень существенная и как раз благодаря крозу штерну лисянскому наконец-то проложили путь к нашей камчатке по морю и в дальнейшем уже были отправлены в первой четверти 19 века порядка 30 уже экспедиций на камчатку и в составе этих экспедиции были люди и ученые и картографы и географы и так далее и самое главное что доставлялось на камчатку это конечно же медикаменты припасы еды и всевозможное оборудование вплоть до строительного леса потому что на камчатке там даже не счет и строить дома собственно говоря в общем все было очень печально но стало все не так печально после первой кругосветной экспедиции иван фёдоровича грозенштерна юрий фёдорович алисянского 1803 1806 годах еще раз насчет цели экспедиции напомню россия поручила провести научные исследования в тихом океане то есть замерялось погодные условия температура и направление течений вод океанов и посады посады это ветры которые дуют в паруса потому что паровые у нас сюда появились ну вот так уже хорошо появились 1840-х годах спустя 40 лет после плавания крусенштерна крусенштерн шел просто под парусами по воле ветров соответственно шторма это страшно еще что-то это страшно тем не менее этот человек справился или сианский тоже справился два блестящих человека торговый путь был налажен мы видим насчет цели экспедиции между аляска или узкими островами это наша русская америка и китайским кантоном современном куанчжоу и был доставлен такие николай петрович рязанов в японию он был доставлен и пока кстати говоря он туда плыл полгода занял путь в эту японию для него и для крусенштерна для лисянского и за эти полгода плавания он составил один из первых русско-японских словарей объемом 5000 слов он был человек полиглота он был человек очень образованный он был человек из не очень богатой семьи и все что он сделал в этой жизни он обязан только самому себе но он был чуть-чуть такой ну как говорится лезет во все дыры то есть он был яркий очень очень такой достаточно интересный и он просто ему было скучно если что-то происходило одно и то же слишком долго и поэтому конфликты начались уже через три месяца плавания когда он вдруг объявил себя главой экспедиции предоставив свою инструкцию данную ему морскими министерствами царя подписанную царем императором он показал эту инструкцию сначала тайны еще как-то непонятно одному море офицеру и еще кому-то потом это дошло за крозенштерна крозенштерна с ним переписывался записками рязанов не отвечал ему на эти записки они жили при этом в одной каюте который величиной с кухню в нашей хрущевке 6 квадратных метров вот и в общем в общем творилось что-то невообразимое на корабле при этом ребята все молодые летом было 19 самому маленькому было тринадцать будущему мореплавателю которые сделал еще две кругосветные экспедиции от до коцебу было 15 тогда его брату как раз морицу коцебу было 13 и в экспедиции я вам говорила 129 человек было и это был цвет нации как говорится в частности там был молодой еще тогда фадей фадеевич белиз белинсгаузен который в 1820 году откроет антарктиду вот как раз он мы видим его тоже здесь такого вот возмужалово уже тогда он был совсем другой на корабле крозенштерна он открыл остров восток и этот остров восток до сих пор сейчас сохраняет свое название океане местные жители обитаемые свои острова переназвали уже на свой манер а в те годы острова называли сами мореплаватели европейские которые их видели но с годами название как известно немножечко поменялись белинсгаузен тоже не один пошел он пошел с лазаревым а карту которую здесь вот мы с вами видим это карта если мы на глобус посмотрим но поднимем его над головой и если мы поднимем глобус над головой то и мы увидим как раз с вами вот эту вот картину как открывался антарктида ее оплыли вокруг описали ее берега и все таки поняли что это антарктида они просто там что-то итак обратимся к маршруту грузенштерна и лисянского здесь у нас лисянский обозначен красным а кроссенштерн сильненьким как я вам говорил у лисянского корабль был маневренный и поэтому такие отличия немножечко в маршрутах не касательно этой части касательно вот этой вот части дело в том что отправившись из кронштадта и пройдя через тенерифе вот здесь как раз прошло три месяца они оказались на тенерифе и здесь как раз произошел первый уже конфликт с рязановым кроссенштерна каждый считал себя начальником экспедиции потом рязанов писал что два ярких выдающихся человека просто не поделили власть так скажем но рязанов пытался есть куда его не просят а кроссенштерн спокойно делал свое дело и просил рязанова не лезть куда не просят ну вот в принципе ты была суть конфликта потом как я говорил рязанов назвал кроссенштерна как бы ребенком кроссенштерн вообще как бы не перенес обиды оскорбления своем дневнике писал что даже больно вспоминать как его назвали но и потом они начали уже обзываться уже так знаете по взрослому вот затем они остановились бразилии и отправились через мыс горн здесь видите маршруты чуть чуть другие почему потому что слабо маневренный большой корабль кроссенштерна долго был задержан штормами его относила вот сюда чуть чуть севернее а лисянский успел проскочить этот путь и он выиграл таким образом несколько дней выиграв несколько дней как я говорил уже маршрут полностью был расписан по чуть ли не поминутно кто где должен находиться координаты широты высоты и минуты и градусы и все прочее и вот лисянский выигрывает несколько дней этого маршрута и как положено как по инструкции у него было он заходит на остров пасхи он заходит на остров пасхи а вот кроссенштерн не смог зайти на остров пасхи потому что из-за штормов здесь это самое штормовое место кстати говоря в океанах наших нашим мировом океане и он потерял несколько дней и ему пришлось встретиться с лисянским уже на острове нукухива остров нукухива в дневниках он называет его нука гива вот сейчас это нукухива это остров в маркизском архипеологе маркизские острова современная французская полинезия она сейчас принадлежит франции до сих пор между прочим франции до сих пор владеет вот это вот огромнейшей территории сюда влезает 5 франций и конечно же франция никогда эту территорию не отдаст в этой территории есть таити волшебный таити которым все слышали все знают что там есть таити это центральный остров и вот один из островов этой французской полинезии это нукухива и так слайд мы с вами видим касающийся океании почему я так сейчас говорю об океане об острове нукухива и так далее потому что вы видите что маршрут самый неизведанный самый интересный самый сложный пролегал у грузенштерна и лисянского через вот эту огромную часть нашей планеты которая усыпана островами там 25 тысяч островов проход между ними сложен потому что есть опасность сесть на мель есть опасность сесть на риф есть опасность всякие разные которых я скажу чуть чуть похоже а океане это огромная территория сейчас она делится на три зоны микронезия это маленькие острова и там живут люди как потом писал коцебу наиболее ему лично показавшиеся приятными в меланезии живут люди с темной кожей они чуть-чуть смешаны с не то чтобы даже смешаны они относятся к наиболее древней так скажем группе населения здесь у нас и папуасы папу новой гвинеи и сломоновые острова и внуату новая калейдония фиджи здесь люди с темной кожей поэтому от греческого слова черный менно назван островом меланезии микронезии это маленькие острова меланезии черные острова по цвету кожи жителей а полинезии это просто много 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 островов и полинезия меланезии микронезии вы уже наверное догадались что это три разных культурных области то есть культура этих народов микронезии что-то общее прослеживается меланезии тоже что-то общее а полинезия это огромное пространство было заселено полинезийцами полинезийцы у нас живут и в В Новой Зеландии, на островах Кука, и в самой, во французской Полинезии, даже на острове Питкарн и на Гавайях. И самое уникальное и интересное то, что здесь примерно один язык. Как у нас, например, мы приедем в Польшу, что-то поймем, на Украине мы что-то поймем, правда же. То есть у нас есть славянский язык и также точно есть полинезийский язык. И поэтому мореплаватель брали какого-нибудь полинезийца себе на борт корабля для того, чтобы он служил переводчиком при посещении остальных островов. Вот такая вот интересная есть вещь на этом огромном участке Земли. Сейчас, в настоящее время, это 12 независимых государств в океане и 12 зависимых территорий. Например, как я говорила вам, Кирибати сравнима по площади Сынди. Почему? Потому что вокруг этих маленьких островков существуют 200-мильные экономические зоны эксклюзивные. Там выдается лицензия иностранным судам на лов рыбы. То есть местное правительство дает иностранцам право вылавливать рыбу. И таким образом эти территории просто получаются огромные. Вот в французской полинезии достаточно ее увидеть. Вот Кирибати, да, оно размером оказывается с Индией. И вот такие огромные пространства должен был преодолевать Крузенштерн для того, чтобы через Гавайи прийти вот куда-то, вот сюда, на Камчатку. По дороге, ну, наверное, мореплаватели рассчитывали встретить радушный все-таки прием в среде таких замечательных девушек. Это у нас с вами Венуату. Они, конечно, встретили девушек, но не только девушек. Была опасность встретить совсем не девушек. Мы с вами помним, что Джеймс Кок в возрасте 50 лет бесславно погиб на Гавайях, потому что все океане – это каменный век, а каменный век – это отсутствие металла. Там, где отсутствует металл, там отсутствует денежная система. Где отсутствует денежная система, присутствует всегда каннибализм, потому что вместо денег ценилась мана, мано-хранилище. Манной было тело, а тело – это хранилище удивительных возможностей, способностей, чего-то магического. И поэтому после убийства врагов их нужно было покушать и съесть, для того, чтобы впитать в себя ману убитого человека. Ведь он храбро сражался, храбро. Куда девать его храбрость? Конечно же, надо ее поглотить. Ну и заодно получался белок, потому что не на всех островах океана были свиньи. Кстати, на борту Крузерштерна, когда свинки становились грязными, их купали в океане, чтобы они поменьше воняли. Была такая вот интересная вещь. И здесь мы видим рисунок художника, который пыл вместе с куком на корабле. И ведь тогда не было фотоаппаратов, не было киносъемки, не было кинопленки, а были художники. И чем лучше рисовал художник, тем больше было у него шансов отправиться в удивительное путешествие. Если доведется случай оказаться живым по возвращении, то эти художники обогащались очень хорошо. То есть художники были очень, они очень ценились. Их картины, ну они имеют ценность до сих пор, правда же? Ведь эти картины, если сейчас кто-то захочет купить этот оригинал, то, знаете, тоже придется выложить много денег. То есть значимость трудов этих художников, она огромна. И, соответственно, у Крузерштерна и Лисянского тоже были художники, целых трое. И один из них, Телезиус, по фамилии Телезиус, сейчас выставлен как раз на выставке Крузерштерна. Потрясающие совершенно рисунки этого Телезиуса. А здесь мы с вами видим, как жертвоприношение происходит на Таиде. Убитый человек, его поджаривают как следует на огоньке. И потом, чтобы не обладывать кости, кости оставались ровными. То есть там нет следов зубов или обгладывания. То есть нужно было так тело хорошо приготовить, чтобы мясо с косточки само как бы падало. Вот так же прекрасно приготовили и самого Кука. Часть его костей вернули команде. Команда его похоронила по морскому обычаю, выкинув за борт эти останки. А часть останков, например, нижнюю челюсть, они оставили себе. Почему? Потому что это сосредоточие маны. Вот. И эти магические предметы долго там хранились. Сейчас на том месте стоит памятник Кука на Гавайях. Вот. И вообще, в принципе, много миссионеров было съедено. И в начале 21 века на Фиджи, в Папу-Новой Гвинеи, в ряде других государств местные жители принесли свои извинения потомкам тех миссионеров, которых их предки когда-то скушали. Вот. Такие вот интересные люди-океаницы. И вот представьте себе, через вот эту океану нужно было пройти. И необходимо было встретиться с местными жителями. Почему? Потому что Ценга свирепствовала тогда. Ведь плавни были очень долгие. Продуктов. Ну и что, что у тебя на кораблях есть белок? А где свежие продукты? То есть без витамина С, который содержится в том же луке, самом обычном, в любой зелени, особенно в цитрусовых. Поэтому был заход в Бразилию за цитрусовыми. А на остров Пасхи, на остров Нокухива и на Гавайские острова планировалось зайти для пополнения припасов. И каждый проход между островами занимал месяц, два, три. То есть в зависимости от пространства. Здесь вот где-то 3-4 месяца, наверное. Здесь два. Здесь, наверное, полтора-два месяца. Здесь тоже достаточный период времени. Таким образом нужно было заходить на острова Океании. И по инструкции нужно было очень вежливо общаться с местными жителями. Почему? Ну, во-первых, чтобы не скушали эту экспедицию. И для того, чтобы они не скушали дальнейших мореплавателей. Ведь планировалось, что дальнейшие мореплаватели будут сюда тоже заходить. Им нужно тоже покушать. Им нужен какой-то белок. А на этих островах особенность в том, что они атолловые. То есть там слой земли очень маленький. Там растут какие-то бататы, еще что-то. Но если туда высадить коз, то козы есть риск, что съедят всю растительность и ничего не оставят. То есть очень сложно с выращиванием белка на этих островах. Белок был в виде рыбы, но рыба она жирная. И поэтому океании... Там витамина А много в рыбе. Поэтому океаницы, особенно вот здесь, там, где самые атолловые острова, они выглядят огромными двухметровыми гигантами. На Гавайях это были тоже огромные двухметровые гиганты, которые очень хорошо метают копье. И вот как раз Кук не ожидал, что этот гигант метнет копье на такое расстояние, что достанет до него, да еще и четко в голову. Вот на что не рассчитывал Джеймс Кук, так это на это. А расстояние метания копья совпало с мушкетным выстрелом. То есть вот на такое расстояние умели метать океаницы свои копья. Это для того, чтобы убивать не только рыбу, но даже кашалотов. На Фидж, например, существует такая вещь, как... Ну, не то чтобы брачные игры, да, но чтобы стать возмужалом юношей и получить вот как раз ману и статус в своем сообществе, молодой человек должен был сразиться с кашалотом, убить кашалота, достать зуб этого кашалота, и потом остаток жизни этот зуб, он должен был носить вот здесь у себя на груди в знак того, что он это сделал. Кроме того, жители океани покрывали, особенно полинезийцы, покрывали себя татуировками. И вот на острове Пасхи тоже были люди, покрыты татуировками. На острове Нукухива это на самом деле был центр расселения полинезийцев на Гавайские острова, на остров Пасхи, в Новую Зеландию, Тонго, Самоа, Фиджи. На Фиджи они смешанные меланезийцы и полинезийцы. Там смешанный народ получился, очень тоже интересный. И эти все люди покрыты татуировками. Джеймс Кук, кстати говоря, один из первых начал покрывать себя татуировками, причем татуировками с большой маной. Татуировка означает, сколько врагов ты убил, сколько у тебя жен, сколько у тебя детей, сколько у тебя достижений по жизни. И Джеймс Кук, посещая острова Океании, он там провел очень много лет в этой океане, в принципе, свою сознательную жизнь, можно сказать, такую самую яркую частью. И он покрывал свое тело татуировками, схожими с татуировками вождей. И вот как раз, когда он добрался до Гавайев, Джеймс Кук, который плавал за примерно 10 лет, он погиб в 1779 году, это 80 лет, да, за 20 лет до Крузенштерна как раз погиб Джеймс Кук. И Крузенштерн тоже пользовался его картами, и картами Лаперузы, и так далее, при составлении своего путешествия. И вот Джеймс Кук на Гавайских островах, это было последнее его пристанище в жизни, он туда приплыл с огромным количеством уже интересных татуировок. И местные жители думали, что он практически бог. Ну, разве может один человек за одну жизнь накопить столько маны? Ну, наверное, это что-то удивительное. Конечно же, ему дали большое количество еды, и женщин, и всего прочего. И Джеймс Кук, кстати говоря, на Гавайских островах оставил венерические болезни. Вот это очень, кстати, плохо. А на корабле Крузенштерна с этим делом обстояло всё очень серьёзно. Там было строгое соответствие стандартам здоровья. И прежде чем женщины подплывали и заходили на борт кораблей Крузенштерна и Лисянского, их осматривал врач. И после осмотра врача давалось добро, да или нет, можно ли этой женщине развлекать команду или нет. Вот. Что касается белка и свиней. Мы с вами видим, что свиньи в океане настолько большую роль играют, что они есть даже на монетке изображены. Вот она, хрюшечка, причём это свиноматка. У неё вот есть признаки этого. Это королевство Тонго, центр Тихого океана, один цент. Почтовая марка. 1975 год. Папу Новогвиней на первом месте у них вот свинья. И на заднем фоне уже человек. И к приезду президента Франции, Франсуа Оланда, он сделал обход своих, так скажем, южно-тихоокеанских владений, показал, кто тут главный, приехал и сел с вождями. Это совет старейшин, это вожди, это из-за одной, конечно же, главной администрации этого владения. Уолис и Футуна называется владение. Оно маленькое, там живут всего 15 тысяч жителей. И эти 15 тысяч жителей забили для Оланда большое количество свиней. Это означает большой-большой почёт. Ещё раз посмотрим на эти острова. Остров Пасхи, остров Нукухива и Гавайские острова были выбраны не просто так, а потому что там есть очень интересные достопримечательности. Следовательно, Крузенштерн и Лисенский были первыми российскими туристами в океане. Потому что туристы, когда едут в океане, они как раз посещают именно эти места, потому что они до сих пор очень интересны. И с годами, мне кажется, даже ещё интереснее становятся, потому что проводятся новые археологические раскопки, экспедиции, и их музей пополняется новыми экспонатами и новыми, возможно, мифами для туристов. В общем, всё очень интересно. Итак, Лисенский у нас увидел остров Пасхи. Он увидел как раз тех самых истуканов, как он их назвал, истуканами. Это статуи Муаи. Это замечательные статуи Муаи. Их обнаружил сначала нидерландский, ну, голландский, но вот с недавних пор у нас нужно теперь называть их нидерландским. Капитаном Якобом Рогевиным в 1722 году. Лисенский их тоже увидел, задокументировал, но также сказал, что жителей очень мало. Сейчас вот мы видим деревья на острове. Тогда на острове деревьев не было. Соответственно, очень скудная была живность, и много еды они не получили, только какие-то овощи в небольшом количестве. Мы видим с вами вот статуи, их 887 на острове, выкапываются еще и еще какие-то статуи. То есть считается, что их, в принципе, около тысячи, наверное, этих замечательных статуй. Туристам местные гиды рассказывают, что, конечно же, инопланетяне поставили эти многотонные статуи. А Турхиердал, который главный у нас по этому острову, он доказал, что статуя умеет, так скажем, ходить. Взял веревочки и сначала спросил у местных жителей, как же эти статуи сюда попали на побережье, ведь их выстукивали каменными орудиями в центре острова. Как же они оказались на побережье? Какими способами, каким средствами их тащили или что? Их катали на бревнах, поэтому-то на острове деревьев нет, все деревья срублены под лодки и под катание этих статуй. Затем были случайно завезены крысы очередной волной миграции, где-то в XI веке, возможно. Крысы съели семечки этих деревьев, и на острове не осталось практически деревьев, и, соответственно, ушла питьевая вода. Питьевая вода ушла вглубь острова и вытекает из... Это вообще такой скалистый остров. Вот на заднем фоне вы видите этой статуи как раз, как выглядит этот остров. Это просто вулканический остров, там три жерла вулкана, и вот такая вот скала. Из этой скалы вытекает пресная вода, и статуи стоят по периметру этого острова. И стоят они в том месте, где как раз вытекает вода. Почему? Потому что строители, которые возводили эти статуи, должны были как-то пить. Вот такую статую поставить очень тоже просто. Занимает это около двух недель. Она лежит сначала плашмя, а потом под нее, ее путем рычага приподнимают бревнами там или как. Иногда бревна прибивает течение с других островов, и бревна прибиваются к берегам острова Пасхи. Этими даже бревнами можно поддеть эту стату, чуть-чуть ее приподнять, и подкладываются маленькие камушки. Еще чуть-чуть приподнимаются, там 2-3 миллиметра, подкладываются маленькие камушки. И таким образом камушки подкладываются, подкладываются, пока она не станет ровна. Вот и все. Занимает это 2 недели. И достаточно, ну, человек 12, вот как показал Турхер, для того, чтобы ее, в принципе, привезти на место и потом установить на большой такой постамент. Вы видите, она стоит не просто так в земле, а она стоит на каменном постаменте. Вот чтобы на каменный постамент ее водрузить, ее водружали подкладыванием таких небольших камушков по чуть-чуть. И вовсе тут не инопланетяне виноваты. Также остров Пасхи чем интересен? Удивительными табличками, о которых Лисянский тогда еще не знал, а табличках узнал потом, спустя 70 лет, Николай Николаевич Миклуха Маклай, который побывал тоже на этом удивительном острове, и он первый, очень научно и грамотно доказал, что эти таблички с настоящей письменностью. Это не просто рисунки, это не доска для выделки ткани, как некоторые европейские ученые предполагали, считая, что океаницы – это на самом деле не люди, это переходная ветвь между людьми и обезьянами. Таким образом они доказывали теорию Дарвина. Но на самом деле Николай Хамаклай развенчал эти мифы, он точно, научно, антропологически доказал, что все люди равны путем антропологических измерений людей всей планеты, всей океани, извините, ну и европейских и так далее, и доказал, что все расы равны. Тем более, что если расы могут скрещиваться, конечно же мы сейчас знаем, что те, кто может скрещиваться, те принадлежат к одному виду – хомо сапиенс, мы все. Итак, поняли мы теперь, зачем Лисянскому был нужен остров Пасхи, потому что было очень интересно. А вот Крузенштерн был очень раздосадован, пропустив остров Пасхи из-за того, что ему не хватило бы дней для того, чтобы поймать ветер и потом прийти на Камчатку. То есть один день простоя лишний, можно было в этой океане задержаться на год до следующих ветров. И приплыла наша с вами миссия на Маркизские острова. Маркизские острова – это после острова Пасхи второй пункт путешествия. На Маркизских островах в данное время жители выглядят сейчас. Как я вам говорила, на сытной жирной рыбе они достигают вот таких вот интересных размеров. Татуировки сохраняются по-прежнему для того, чтобы развлекать туристов и заодно сохранять свои местные обычаи, традиции и так далее. Как я уже говорила, Маркизские острова считаются родиной полинезийской культуры. Отсюда пошли все расселяться по полинезии полинезийцы, поэтому у них общий язык остался. Это самые татуированные люди на планете были, когда их застал Иван Федорович Крузенштерн. Сюда приехал Поль Гоген, который здесь умер. И рядом с его могилой есть могила французского барда режиссера Жака Бреля. Его на самом деле все знают, все слышали, просто не все знают, как его зовут. Вот на его музыку, если его слышите, то сразу поймете, ах, это тот самый удивительный человек. И он тоже, как вы видите, три года своей жизни провел, последние годы своей жизни на этом острове, и там погиб. Чем же еще интересен этот остров, помимо того, что Крузенштерн и вся его команда, и корабли Лисянского внесли себе татуировки. Они не удержались, татуировки это очень интересно, они их тоже себе сделали. У Крузенштерна на предплечье появилось вот здесь вот имя его жены, ее звали Юлия, но он ее на французский манер звал Жюли. И вот это вот на французский манер Жюли, татуировочка, появилась у Крузенштерна. Это говорит о том, что он думал о своей жене все плавание. И, конечно же, никакие женщины его не развлекали, наверное. Так как этот человек, когда читаешь его дневник, то ощущаешь автора, стоящего за этими строками. И после прочтения этого дневника возникает ощущение, что ты стал где-то процентов на 30 благороднее, чем ты был до прочтения этого дневника. То есть этот человек был огромной выдержки. Ранние его портреты, портреты, которые, карандашные наброски и так далее, бросаются в глаза его добрые глаза, каким-то образом у него добрые глаза. И его описывали как ласковая строгость. То есть, с одной стороны, это был очень последовательный человек. Он отменил телесное наказание на корабле. Во-первых, он вез цвет нации на своем корабле. А во-вторых, все-таки это унизительно. Именно ему доверили потом воспитывать молодых кадет или кадетов, кто как хочет, там грамотный якобы кадет. Все пишут кадетов. Неважно. Молодых воспитанников морского училища ему доверили в 1826 году. И он прекрасно справился с этой задачей. И я говорю это для того, чтобы сказать, что высокие моральные устремления принципа Крузенштерна, они, мне кажется, все-таки неоспоримы. Ну, конечно же, он был обычный человек, с одной стороны. А с другой стороны, он был чуть-чуть больше человек, чем некоторые другие люди. Что касается острова Нукухива, это не только один остров. Там есть еще рядышком остров Хиваова. И вот этот остров Хиваова, где как раз и был у нас Польгоген, Польгоген у нас прибыл на Хиваова. Это соседние острова на самом деле. Разницы практически никакой, потому что и там, и там находятся уникальные, удивительные такие вот каменные скульптуры. То есть у нас остров Пасхи с каменными скульптурами, здесь каменные скульптуры. И также есть каменные скульптуры еще в Микронезе, который открыл Литке. Это будет потом сказано, как-нибудь в другой лекции. А на Нукухива, на Маркистских островах, Крузенштерн нашел одичавшего француза, Жан-Батиста Кабри. Также там еще оказался одичавший англичанин. И эти два человека, англичанин и француз, ненавидели друг друга и ссорились. И Крузенштерн посмеялся и сказал, что надо же, в мировой политике Англия и Франция всегда воюют между собой, и здесь то же самое. И этот француз очень любил выпить, просто безумно. И поэтому, когда Крузенштерн отправился в плавание, и вдруг возник на палубе вот этот вот замечательный Жан-Батист Кабри с криками «Выпустите меня обратно, я хочу обратно». У него там семья, дети, он там женился на дочке вождя, у него статус, у него маны, видите, какая татуировка. Он говорит, я хочу обратно, я не хочу в ваш белый мир возвращаться, мне там делать совершенно нечего, я нашел себя там, пустите. А Крузенштерн говорит, прости, друг, но у меня паруса и ветер, понимаешь? То есть, ну как я тебя пущу? Если я поверну корабль обратно, я через год только переплыву на Камчатку, и то не факт, мне тоже придется с вами слиться, видимо, и сделать татуировки, потому что что еще тут делать, да, на вашем острове? Вот, в общем, не отпустил Крузенштерн этого француза. Француз очень кневался, француз пешком потом через Сибирь, через сибирский тракт добрался до Петербурга, оттуда он добрался до своей родной Франции и до конца жизни выступал на ярмарках, показывал свои татуировки. За этим можно было как-то зарабатывать. Но потом он очень любил выпить, ну и, соответственно, жизнь свою он кончил с бутылкой, видимо, в обнимку и с бутылкой. Что интересного было на этом острове? На этом острове записали песнь людоеда, так как, как я вам говорила, команда была «Цвет нации», у них был свой оркестр и так далее, и они записали нотами песнь людоеда, которую пели маркизцы-нукухивцы за унывными голосами, как пишут вот те, кто это слышал, за унывными голосами. Они пели песенку. Где этот огонёк? На острове. Зачем этот огонёк? Чтобы жарить неприятеля. А каким образом удалось перевод сделать? Ну, таким, что за семь лет, пока жили, семь лет и пять лет прожили француз и британец на острове Нокухива. Конечно же, они уже выучили местный язык, и, соответственно, вот этот вот Жан-Батист Кабри, он был идеальным информантом о жизни, о культуре, о традициях этого острова. Всё это было задокументировано, записано, в том числе даже песня. Вот, чтобы жарить неприятеля, давай разведём огонь, у нас есть огонь, станем его жарить. Мы его поймали, он хотел бежать, теперь он убит. И плачет сестра кого? Конечно, убитого. Сестра плачет, родители плачут, дочери плачут. Первый день... Ну, конечно, за унывным голосом, это же траурная песня, правда же? Про то, как все плачут, что же они весело будут петь? Нет, конечно. Вот, в общем, грустная песня. И после этого Телезиус и врач пишут, что оказывается у этих дикарей, ведь тогда только дикарями их называли, больше никак. Дикие народы – это значит не христианские просто-напросто. Это не для того, чтобы их оскорбить, а просто чтобы отличить от европейцев. Общий термин существовал такой, даже, наверное, когда Корнееван Чуховский писал свои произведения, наверное, еще даже при нем этот термин был достаточно активно употребим, скорее всего. И вот эти вот дикие народы, оказывается, умеют сопереживать. То есть они убивают человека, съедают его вместе с маной, но при этом сопереживают его родственникам и всем прочим. То есть сопереживание есть, но такой обычай, такова традиция. Нужно татуировку нанести себе, нужно ману свою как-то увеличивать. В общем, вот когда традициям люди следуют, получаются такие жалобные песни. Всем важны исследования Крузенштерна на Маркистских островах. Да хотя бы тем, что вот мы видим с вами рисунок этого самого Телезиуса. И по рисунку Телезиуса маркисты сейчас наносят себе татуировки. Они говорят, ну откуда мы знаем, какие были тогда татуировки? Ведь были священники, потом туда пришли миссионеры, которые запретили им ставить себе марки на теле, потому что Бог не велит пятнать свое тело, душа и тело должны быть чисты. А татуировки – это же какие-то пятна, да? А пятна нельзя наносить. И чтобы восстановить свою культуру, развлекать туристов и, в принципе, ощущать свои корни, свои традиции, это же необходимо каждому человеку знать свои корни. Сейчас маркисты себя разрисовывают по как раз рисунку Телезиуса. И этот удивительный факт запечатлел путешественник Русского географического общества Леонид Круглов. Если кто помнит, его программы по телевизору были, путешествовал такой Леонид Круглов по миру. Вот он человек, который также занимался немножечко, и у него был научный интерес в своих путешествиях. То есть не просто блогер, как сейчас, а чуть-чуть с научным уклоном. Узнать, что уже осталось от Крусенштерна на этом острове. А, оказывается, альбомы и рисунки Телезиуса используются сейчас. Татуировка настолько поразила мореплавателей российских, что они взяли с собой вот эти предметы и привезли. И они у нас сейчас есть в запасниках музеев всяких разных. Наверное, кунсткамера, скорее всего, они там лежат. Вот такие вот предметы они привезли для татуировки. Они были выставлены на выставке, посвященной татуировке, не так давно, в 1920 году. И там как раз были выставлены предметы, которые были привезены с Маркистских островов. Женщина с Гавайев, мы видим, такая вся она привлекательная вполне. Тем не менее, Крусенштерн не стал свой корабль ставить на якорь. Около Гавайев быстренько загрузился едой. Морякам не позволило выйти на берег. Почему? Потому что все женщины были в пятнышках на теле. То есть они были все с минерическими болезнями, а Крусенштерн охранял свою команду и относился к ним очень бережно, к своим матросам. Лисянский оставил свой корабль, но точно так же запретил вообще даже в сторону поворачиваться. Лисянский чуть-чуть побольше записал о Гавайях информации. Крусенштерн на Гавайях почти ничего не написал, потому что он ничего не успел узнать об этом месте. Он там не стоял. Что касается конфликта, я вам уже сказала. Между Рязановым и Крусенштерном. И когда они добрались до Петропавловской и до Камчатки, их отношения прекратились. Совсем потому, что приказом Александра I Рязанов был отстранен уже от кругосветной экспедиции, был оставлен инспектировать владения Русской Америки. И заслуга Рязанова в чем состоит? В том, что он снабдил едой наших бедных поселенцев, которые голодали практически в тех колониях наших русских. Он снабдил едой как? Отправился в Калифорнию. Калифорния принадлежала тогда Испании. И в Калифорнии на двух судах, Юнона и Авось, он привез им продуктов. Сначала Юнону купил с продуктами у британца или американца. И потом он построил уже сам корабль Авось. И на этих кораблях привозилась еда. То есть он установил там сообщение. И как раз он сказал, что нужно бы в Северной и Южной Калифорнии желательно бы нам русский свой форпост тоже основать, для того, чтобы снабжать северных поселенцев продуктами питания. То есть мы их туда поселили, а покормить как бы забыли. Ну вот такие вот мы, русские люди. Что-то делаем, да, а потом приходит осознание, зачем мы это делаем. Но зато весело всегда жить, всегда что-то новенькое происходит. Ни у кого нет такой истории, как у нас на самом деле. Мы сами себе ищем приключения и потом то пугаем мир, то восхищаем, смотря как повезет. Грузенштерн восхитил мир, между прочим. Грузенштерн обогатил науку так, как не обогатил ее никто в этой жизни. Итак, Рязанов в его заслуги входит, что он наладил торговое сообщение с Испанской Калифорнией для снабжения продуктами русских поселенцев на севере. И там же он встретил 15-летнюю Кончиту, дочь коменданта форта Сан-Франциско. Это центральный административный центр Южной Калифорнии был. И почему 15-летняя? Дело в том, что он женился уже в зрелом возрасте на 15-летней дочери Шелихова. Шелихов у нас был главным купцом как раз в Русской Америке. И женившись на дочери, он ее потом привез в Санкт-Петербург, конечно же, и она родила двоих детей, уже за 20 ей было. То есть не в 15 она родила двоих детей, это чуть-чуть за 20. Тем не менее всколыхнула она его сердце. И я думаю, что когда он увидел опять 15-летнюю девочку, а девочка, конечно же, обратила, ну это же девочка, да, и 15 лет, тем более она там в таких южных крови девочка, там они рано тоже, эти девочки, обращают внимание на мальчиков, да, ведь. И тем более чем еще заняться в этом скучном месте, так скажем. И тут вдруг приезжает статный красавец Рязанов, который за красоту, между прочим, был всегда отмечен. Он интереснейший был человек. И очень такой вот, такой вот, такой вот замечательный человек. И очень любил разговаривать, и своим разговором он умел расположить к себе внимание людей, и женщин в том числе. И этот самый Рязанов обещал ей жениться. И почему бы нет, возможно, все-таки его сердце как-то чем-то чуть-чуть сколыхнулось, потому что он пешком решил побежать через всю Сибирь для того, чтобы поскорее получить разрешение Папы Римского через нашего императора о согласии на брак. Ведь она была католичка, он был православный, нужно было разрешение Папы Римского на брак. И он ей обещал, что он побежит, быстренько сделает, и сказал, что через два года уже вернется. То есть он планировал бежать и осенью, и весной, и через всю Сибирь. И, к сожалению, он в районе Красноярска заболел пневмонией, скончался в возрасте 42 лет, и так и не добежал. Кончита каждый день в течение года выходила на мыс, на берег, она ждала корабль, его не было. И через год, в 1806 году, она получила известие, что его больше нет, он скончался. Больше она замуж не вышла, и тихонечко потом умерла, уже в старости, в такой хорошей. Что случилось в 2000 году? С американской стороны приехала делегация и взяла землю с могилы Кончиты и положила на землю могилы Рязанова. Взяла землю с могилы Рязанова и положила на землю Кончиты. То есть такой вот трогательный момент состоялся спустя 200 лет почти. Вот. Такая вот грустная новость про Рязанова. Но он полностью провалил зато японское посольство. Как я вам уже говорила, через три месяца однообразности этому человеку дико наскучивает жить обычной жизнью. Он начинает что-то выдумывать. Выдумал что-то с Крузенштерном. Решил, что он будет теперь командовать заходами кораблей. И он будет командовать ветрами и пассатами. Ему запретили матросы и Крузенштерны. Вот эта вся ругань была из-за этого, что, между прочим, Крузенштерн, может быть, и мог бы зайти на остров Пасхи. Но Рязанов гнал его быстрее в Японию. Он говорит, я больше не могу сидеть на этом корабле, давай быстрее проходи мимо этой Пасхи, давай погонимся в Японию быстрее. Вот примечались они в Японию. Но там был жесткий изоляционизм. Только с голландцами торговали японцы. И вся европейская торговля велась только через Голландию, только через голландцев. И с Китаем. То есть русских меха из России, коланьи меха, меха этих выдр, доставлялись через Китай или через голландцев. И японцы сказали, извините, пожалуйста. Просто полгода они держали этого Рязанова, присматривались к нему, выспрашивали что да как. Пытались с ним общаться, потому что он же изучал японский язык. Всю дорогу пока плыл на корабле как? Через четырех японских матросов, которых прибило к берегу России. Потом они побывали в Санкт-Петербурге. И из Санкт-Петербурга их решили доставить в Японию. И расчет русской стороны был какой? Вот здесь вот слева на картинке, внизу вы видите подарки, которые император российский направил в Японию. И вместе с подарками направил этих четырех матросов, чтобы показать, что мы дружественные люди, мы дружественная страна, мы хотим с вами дружить и хотим вам продавать этих колланов. Потому что к вам ближе их доставить, чем даже в Китай. И зачем вам сначала покупать их из Китая с наценкой, если вы можете у нас покупать их напрямую. Но в Японии в это время сменилось руководство немножечко. И японская сторона сказала четкое нет. Есть такая версия, есть такое подозрение, что из-за не очень высоких моральных качеств Рязанов пострадал и не смог... Вернее, пострадало посольство Рязанова. Неудачно все сложилось. Ему отказали в установлении торговых связей с Россией. Почему? Потому что он любил развлекаться с гейшами. Еще он очень любил напиваться. Когда любил напиваться, любил дебоширить немножечко. Ну, потому что человек был... Ну, он скучал. Просто ему было скучно в этой жизни. Ну, как ты себя пытался развлечь? Как мог развлекал, но вот как раз японцам эти развлечения не понравились. Японцы — это чинный народ. Они хотят с высоким... То есть, все-таки они другие. То есть, вот русские японцы... Вот что-то у нас не складывается. У японцев, кстати, отлично складываются отношения почему-то с французами. А французы, мы с вами знаем, они чуть-чуть более трогательные, мне кажется. Да, у них песни вот эти, разрывающие душу, еще что-то, может быть, как-то. То есть, что-то в них есть такое вот и неправильное, с одной стороны. А с другой стороны, что-то очень вытаскивающее душу наружу. И надо с этим обращаться очень аккуратно. А мы, русские люди, привыкли себя не беречь, да, душу свою тоже не беречь. Как бы согрешили, помолились. А, выпили и забыли. Вот, нет, сначала выпили, потом согрешили, а потом не помним. Игры бы, значит, не было. И вот примерно так себе, видимо, вел Рязанов. Что касается подарков. Была среди подарков ваза интересная. И эта ваза, она, в этой книге об этом есть. И эту вазу можно увидеть на выставке. На вот этой. Пока выставка до февраля идет, можно увидеть ту самую вазу, которая изображена здесь. Я сама посетила выставку с гидом, с экскурсоводом. Было замечательно. И вот в этой книге, которая продается там внизу, можно узнать все. Во-первых, о каждом предмете этой выставки. Во-вторых, о приключениях Розенштерна, основанной на переписке. Ведь он же переписывался. В каждом порту работает почтовая служба. И переписка ведется через порты. Портовая служба работает очень. Почтовая служба, морская, работает достаточно быстро. Письма доставлялись достаточно тоже быстро туда, обратно в Европу. И по всему плаванию маршрута к Розенштерну. Ведь когда они ссорились с Рязановым, они писали то жалобные, то гневные письма. В адрес тех, кто их послал в эту экспедицию, что же вы наделали. Зачем же вы и меня главным сделали, и его главным сделали. Вы же определились бы сначала, почему все это так секретно. И в этой книге есть целый раздел, посвященный тому, откуда взять источники. Во-первых, это дневники самого Розенштерна. Он прекрасно блестяще пишет. У него слог, стиль, это умнейший человек. И когда читаешь, то наполняешься не только информацией, но и духовно наполняешься. То есть его образ мысли, его подход к жизни, его интересные замечания о людях. У него очень легкий юмор. То есть он у него не с подколом какой-то, не жесткий, а у него очень мягкий. То есть он ласково шутит. Он никогда не шутит злобно. Это вообще, в принципе, не злобный человек. Я не понимаю, как он участвовал в сражениях, где людей убивают. Но как-то для меня это не очень складывается в голове. Тем не менее, человек, по-моему, был высочайших моральных качеств на самом деле. И поэтому я не удержалась и все-таки приобрела себе эту замечательную совершенно работу. Работа здесь проделана колоссальная. И все, что мне не хватало знать о Крузенштерне, я узнала именно отсюда. Был такой будущий, выдающийся тоже мореходец Ратманов. И Макар Ратманов, тогда он был молодой, ему было всего 25 лет на этом корабле, на корабле Крузенштерна. Он тоже вел свои дневники. Дневники тоже изданы. А также переписка. Переписка хранится в архивах. В архиве имеют доступы историки. Историки публикуют большое количество статей на эту тему. Уже очень много опубликовано с 80-х годов. В 1960-х годах нашелся дневник Левенштерна, по-моему, или в 80-х даже. Вот он вел дневник для себя, не для публикации. И там он, например, этот Левенштерн написал, что Телезиус любит выпить. Там кто-то еще любит еще что-то. А этот такой, но при этом тоже с юмором, так как это был цвет нации, повторюсь. Это люди, которые прекрасно знают, кому что сказать. Они общаются на уровне царя, императора самого. То есть там надо аккуратнее со словами. И даже если дневник немножечко такого личного плана, то все равно очень-очень-очень аккуратно. А вдруг найдут при жизни. Мало ли что будет. Дневник, он где-то порядка 669 страниц, по-моему, у Левенштерна. Но это за всю его жизнь. Это не только об этой поездке. Тем не менее, это интереснейшая вещь. Ее днем с огнем не найдешь. Только в библиотеках она доступна. Почему? Потому что там слишком много личного того, что не стоит молодежи, так скажем, показывать. Иначе они не возьмут пример с Грузенштерна и его команда. А здесь это ширма. Ширма, которая хранится в Японии. И благодаря этой ширме как раз в фондах музеев были обнаружены те самые подарки. Потому что бывает так, что предмет стоит, подписи под ним нет. И вдруг раз, и оказывается, что рисунок на ширме совпадает с этим предметом. И это был, оказывается, подарок, который вез Рязанов императору японскому. Почему это вазы у нас? Потому что император японский отказался от этой вазы. Он говорит, нет, спасибо, не надо. Ни посольства не надо, ничего. Мы сохраняем принцип изоляционизма. Мы не общаемся ни с какими иностранцами, кроме как голландцы и китайцы. Нам достаточно. Никаких русских нам не надо. И в лекции заявлено, что мы узнаем с вами результаты экспедиции. Вот смотрите, это краткое описание результатов. Кругосветная экспедиция. Огромную научную значимость имела Грузенштерна Лисянского. Помимо сбора бесценных этнографических сведений о жителях океании, были уточнены карты южной части Тихого океана. Какие-то острова были нанесены неправильно. Или, например, предположим, ведь океанию исследовали, южную часть Тихого океана сначала португальцы, потом испанцы, потом британцы. Португальец открыл остров в XVII веке, написал одни координаты. Потом открывает тот же самый остров, другой мореплаватель. Уже координаты уточняют. Уже они оказываются на 50 миль южнее или севернее, или еще где-то. Получается уже два острова на картах. То есть задача Грузенштерна была еще установить, сколько там этих островов, один, два или сколько. И вот Грузенштерн начал составлять очень-очень-очень-очень точные карты южной части Тихого океана. Это заслуга его просто огромна. Они в экспедиции, ученые, обнаружили межпассадное противотечение в Атлантическом Тихом океанах. Описана береговая линия Северной Америки и Японии. Установлена широта, долгота многих географических объектов. Метеорологические исследования были проведены. И родилась после этой экспедиции новая наука океанографии. Кроме того, была исследована погода, и были заложены основы новой еще науки климатологии. А также они выяснили, почему море светится. Потому что это такие маленькие-маленькие крошечные микроорганизмы, которые отвечают за свечение на волнах. Если, знаете, такие барашки на волнах, и волны светятся. Вот как раз вот это явление наконец-то было изучено. Почему? Потому что был микроскоп на борту. Посмотрели микроскоп, и это маленькие микроорганизмы. Во время путешествия были составлены Чукотский, Аинский словарь и Русско-японский словарь. Это был первый словарь русско-японский. Он имеет огромное значение для изучения диалектов японских, потому что этот словарь был северный японский диалект. Это было очень интересно. Труды Крузенштерна и Лисянского были изданы, дневники их были изданы. И самая главная заслуга для мореплавателей состояла в том, у Крузенштерна, что он создал самый точный атлас Южного моря. Южное море – это южная часть Тихого океана. Сейчас мы называем это океанией. Термин океания родился после 1821 года, когда экспедиции следовали Тихий океан и поняли, что там есть три культурные зоны, которые объединили словом океания. И заодно эту всю океану разбили на три культурных зоны – как раз Меланезия, Микронезия и Полинезия. Итак, там был уже на борту Отто Коцебу, как я вам уже говорила. Как раз Крузенштерн его потом послал еще два раза вокруг света сплавать, тоже с научными целями и тоже для изучения того региона, составления карты и так далее. И вот после плавания как раз Коцебу, когда эти плавни два состоялись, кругосветных, был составлен уже точный атлас Южного моря. Им пользовались китобои и капитаны кораблей европейских в течение 80 последующих лет. И говорили, что точнее атласа тогда еще никто не придумал. Вот как раз атлас Крузенштерна. И атлас можно увидеть здесь на выставке. Кто-то, если был и видел, то вот этот самый атлас там лежит. Что касается потомков. Вот есть замечательный потомок, который считается основным потомком, самым главным, хранителем архивов и так далее, Александр Прищепов. Живет он сейчас в Германии. Вообще он родился и вырос в Санкт-Петербурге. Его мама в Санкт-Петербурге живет. И он очень часто приезжает к маме, конечно же, в гости из Европы. Но в Европе он женился на девушке немки. Она тоже научный работник. Он преподаватель географии в сфере IT-технологий. То есть он занимается очень точным разрешением со спутников. Они наблюдают за, например, сельским хозяйством на планете, за изменениями климатическими. Например, пассивные площади уменьшаются или нет. Он вообще выполняет очень важную работу. Вообще я его лично просто встречала в жизни. Очень благодарна за эту встречу. Человек очень неординарный, очень умный, блестящий просто человек. Когда у него взяли интервью и попросили поделиться мнением об этой выставке, он сказал, что это самая большая выставка, посвященная Ивану Крузенштерну. Почему? Потому что она посвящена 250-летию со дня рождения. Этого замечательного, выдающегося человека. Иван Федорович был своим и в России, и в Европе, продолжает Александр Причепов. К примеру, он варил самогон, дружил с российским императором Николаем Первым. Александр фон Гумбольд, немецкий ученый, один из основателей географии как самостоятельной науки, считал его равным себе. То есть вообще Крузенштерн считается, в принципе, географом. Иван Федорович был англоманом. Почему? Он плавал на английском флоте, и это была его молодость. Любой человек, который в молодости хлебнул чего бы угодно, он это считает самым лучшим в мире. Правда же, то, что было у нас с вами в молодости, это самое лучшее в мире. И он переписывался с капитанами британских судов. Однако в кругосветку взялся бы лишь русских моряков, о которых заботился, как родной отец. Да, это правда. И спасибо вам большое за внимание. Готовы выслушать ваши вопросы и готовы вам показать, между прочим, прекрасные изделия, не изделия, вернее, а как могла бы выглядеть коллекция, которую собирали мореплаватели. Если хотите, лучше всего, наверное, подойти и посмотреть ее. Вот в таком вот виде. Вот это из южной части Тихого океана. Вот такие вот ракушечки прекрасные. Это, возможно, и Гавайи, и, возможно, это микронезия. Вообще они, в принципе, одинаково живут во всех частях Тихого океана. Они по всему миру, в принципе-то, одинаковые. И, кстати, вот Крузенштерн привез вот такой вот сигнальный рок. Это рок Тритона, ракушка, сигнальный рок. Они сигналили друг другу в случае войны, в случае, если нужно было передавать сигналы друг другу. Вот, что касается этих сигналов, то... Мощные. 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 Вот.